Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения! С вами Елена Ситникова. Сегодня 5 декабря. У нас здесь вот такое сонное царство. Сегодня такой банно-прачечный день, я бы так сказала. Показываю вам вот этих наших двух красавиц по углам спящих. Сегодня у меня стирка и встреча Лешика. Я постирала постельное белье. Здесь у нас тоже Кузьма спит. Очень-очень морозная ночь была. И я не знаю, или в начале видео вам вставлю, или сейчас вставлю, какой был у нас сегодня красивый багряный рассвет. Но и вчера такой же был багряный закат. Вот. Я уже поняла, что это на мороз сегодня было минус 14 градусов ночью, друзья. Хорошо, что я вчера поставила, увеличила газ. Стало в доме тепло. Ну, для меня тепло это 20 градусов. Котел стоит на 55 градусов. Вы мне там пишите, что... Писали, не сейчас, а как-то писали мне, что вы ставите котел чуть ли не на 36 градусов, и у вас тепло дома. Друзья, не верю. Ну, 36 градусов – это температура человеческого тела. Как это может греть дом, да тем более в такие морозы. Вот. Кстати, по утеплению дома. Вы мне писали, почему вы не хотите утеплить крышу каменной ватой. Друзья, я смотрела много видео, и был выбор между каменной ватой, керамзитом, минватой. Вот. И очень много горького опыта у людей, особенно по минвате. Во-первых, она собирает влагу, и крыша начинает гнить. Недаром наши дедушки, бабушки строили дома, да, в принципе, как и вот этот дом построен. И крыша просто замазывалась глиной. Глиной почему? Это дышащий материал, и который не собирает влагу. Казалось бы, ну, минвата тоже, базальтовая вата – это тоже как бы дышащий материал. Но вот почему-то наши предки были умнее, и глина не давала вот такого влагосбора, что ли, или параэффекта, как правильно сказать, не знаю. Вот. А вчера смотрела еще... Таня, по-моему, зовут блогера, одна на хуторе. Я частенько ее смотрю, не могу сказать, что постоянно, но частенько. И буквально вчерашнее видео она рассказывала, что она там сборная солянка у нее на чердаке. Она утепляла тоже чердак керамзитом и вот этой ватой минеральной. Во-первых, в этой минеральной вате завелись мыши. Она прям слышала, как они бегали по потолку, скреблись. Кошки, потом там, значит, минвата, опилки и керамзит. В опилках кошки устроили туалет на чердаке. Пришлось ей закрыть вход для кошек, но тоже не дело. Если там мышь, то это нужно, ну, чтобы кошки туда все-таки ходили. Вот палка о двух концах. И что им туда вздумалось, это же надо, облюбовали вот такой себе туалет на чердаке. Так вот, я пришла к выводу, что лучший утеплитель это керамзит. Может быть, это будет немножко дороже. Слой там хороший нужно засыпать, не меньше 10 сантиметров, не меньше. Вот, но все-таки будем засыпать керамзитом. Я не знаю, чем минвата отличается от каменной ваты, но это что-то похожее друг на друга. И я думаю, что и в каменной вате тоже спокойно могут завестись мыши. Вот, и по поводу вот этой пароизоляции, я боюсь вот этого влажного эффекта, как бы не сделать хуже. Если уж на то пошло, то уж лучше померзнуть в доме. Хотя мы не мерзнем, я же говорю. Вот температура 20 градусов в доме, и меня это устраивает. Если опуститься, можно газа добавить, можно одеться в конце концов. Но утеплять будем керамзитом. Это окончательное решение, и я надеюсь, оно правильное. Здесь я поменяла, вы видите, немножечко на диване. Убрала простынь, которая здесь лежала в стирке сейчас она. Ну и застелила вот этим вот покрывалом, сложенным вдвое. И очень хорошо подходит сюда это покрывало. Теперь по поводу тыквы хочу рассказать. Да, друзья? Вот эта вот тыква, которая круглая, вот она вся, вот сколько у меня ее, ни одна не начала портиться. Вот там вообще вот эта громадная карета для Золушки, очень большая тыква, ни одна не портится. А вот эта арбатская, хоть она и мне очень нравится, ее удобно и чистить. И там, ну, совсем чуть-чуть семечек вот в той части, и остальное все прям сплошная тыква. Но вот портится с хвостика. Здесь вот это не портится, но очень многие портятся с хвостика. Алешек вчера прочитал и говорит, да, эти тыквы, они, ну, не предназначены для долгого хранения. Буду ли я их сажать, вот эти кабанчики арбатскую и вот эти чугунки? Ну, чугунка сейчас здесь нет в наличии, так скажем. Да, буду. Они очень-очень урожайные. Вот, вот эта арбатская тыква. Она очень урожайная. Боже, сколько этих кабанчиков было, причем безо всякого ухода. Я их, конечно, поливала, но не подкармивала ничем. И они все плелись, плелись и цеплялись вот эти вот поросенки. Сажать все равно я их буду. Ничего, что она так быстро портится. Есть морозильный ларь, куда все это можно сложить, почистить, потереть на кусочки. Я их кусочками замораживаю. Вы мне там пишите, а почему вы кусочками? Нет, кусочками я тоже замораживаю, друзья. Очень-очень удобно разморозил. Она как свежая, можно кусочками запекать в духовке. Теперь вот сняла я вот эти наволочки. Вот они. Это наволочки из подушек, которые продавались вот с этим диваном. Слим, по-моему, диван называется. Покупали мы в Хофе. Смотрите, что внутри наволочек. Обычный, порезанный на мелкие кусочки поролон. У меня, я нашла в сарае, такой кусок поролона толстого. Не знаю, для чего он здесь был, но, в общем, нашла. И думала его выкинуть. А теперь я его не выброшу, друзья. Я разрежу его ножом, там, ножницами, ну, как получится. На вот такие мелкие кусочки. И сделаю подушку. Подушка, друзья, тоже денег стоит. Ну, минимум 500 рублей-то на неё точно нужно потратить. Даже если покупать холофайбер вот этот. Вот, так что зачем выбрасывать, если старый поролон. У меня, по-моему, и в этом диване лежит поролон. Я как-то делала, когда занималась ирландским кружевом. Думала, сделаю манекен из обычного пластмассового манекена. Думаю, сделаю для ирландского кружева. Ну, чтобы иголки можно было втыкать. Ну, в общем, не совсем у меня получилось. Я помню, ездила в Москве, к чёрту, на кулички, на другой конец Москвы, за этим поролоном, там, на базу. Ну, в общем, этот поролон ещё остался. Что-то я выбросила, теперь жалею. И этот поролон тоже из дивана. Теперь порежу на мелкие-мелкие кусочки. И сделаю подушечку для будущей нашей терраски. Так что вот такой у меня сегодня хозяйский день. Там я сейчас покажу, что я вам готовлю. И сегодня вечером опять жду Лёшика. Здесь опять тыква маленькая. Вот этот чугунок. Сейчас почищу. Лёшик попросил, запеки мне её просто в духовке с сахаром. Вот, наверное, я так и сделаю. Что ещё здесь у меня? Мелкая картошечка. Я её хорошенько помыла. Она варится. И хочу приготовить, скорее всего, винегрет. Здесь варится свёклка. Ух, как сразу камера запотела. У меня ещё есть селёдочка. Может быть, и приготовлю салатик под шубой. Но, друзья, вчера была у меня дочечка в гостях. Хорошо мы с ней посидели. И она мне так намекнула. Мама, нужно тебе немножко сбросить вес. Она там худела. Хотела сказать, худела. Неправильное слово. Стройнела как-то летом. Это ещё было в Москве по какой-то там технологии. Даже платила за курс вот этого сброса веса. Ну, и рассказала мне, мама, надо пить по пол-литра воды за полчаса до еды. И кушать меньше хочется гораздо. Купи рыбий жир. Вот. Начинай делать зарядку. И давай-ка ты бери себя в руки. Вот. Ну. Короче, сегодня я немножко делала зарядку. Уже выпила литр воды. И действительно, друзья, кушать, вот я прям заметила, с утра выпила литр, пол-литра, ещё пол-литра. И я заметила, что моя порция завтрака стала гораздо меньше. Так что не знаю, что из этого получится. Она там ещё какие-то называла, ну, что нужно купить. Я забыла название этого препарата, который нужно пить. Но она говорит, купи хотя бы для начала рыбий жир. И попринимай. Вот. Так что, не знаю, повторюсь, как и что будет дальше. Но сегодня я дала слово, что Анечка, я постараюсь. И буду брать себя в руки, буду стараться сбросить лишний вес. Посмотрите, какое у нас солнышко на улице. Прямо голубое-голубое небо. Я заметила, что полосок на небе стало гораздо меньше. Кто знает, о чём я говорю, те меня поймут. Ну, а кто думает, что это инверсионный след. Ну, что могу сказать, думайте. Но на самом деле это не инверсионный след. Поэтому вот такое голубое-голубое небо меня очень-очень радует. Не знаю, с чем это связано. Могу только догадываться. Но полосок на небе у нас стало гораздо меньше. Я не могу сказать, что они совсем исчезли. Но их стало меньше. Я вспоминаю прошлый год, когда мы только сюда въехали. Всё небо было исполосовано в клеточку. Сейчас, тву-тву-тву, всё как-то стало лучше. Вот. Просматриваю я здесь рецептики. Сейчас, наверное, испеку что-то для Лёшика. Скорее всего, сделаю ковришку из... Ну, не варенья. Ну, варенье, наверное, неженка, если вы помните, из яблок. Вот это пюре. Сейчас, наверное, на скорую руку сделаю этот пирог. Вот. Не знаю, буду я вам рассказывать о нём или нет. Может быть, когда уже что-то получится. Потому что буду первый раз делать из этого варенья. Ну, это ковришка. Если вы знаете, это пирог на скорую руку, который называется ковришка. В основном, я помню, что я делала с кефиром. Но у меня, к сожалению, сейчас нет кислого молока. Вернее, кефира или простокваши, которую я делаю из кислого молока. Попробую сделать с молоком. С молоком тоже есть рецепты этой ковришки. В общем, сделаю. Может быть, сегодня вечером опять соберёмся втроём и будем пить чаёк. Ну, а теперь давайте покажу, насколько я продвинулась. То есть, перед вы уже видели. Монь, ты так тут разлёгся. Придётся мне, наверное, в другую сторону. А в другой стороне там солнце. Наверное, как-нибудь сейчас вот сюда. Разлёгся наш бегемотик. Вот. Вот насколько я уже дошла. До проймы руки, да. Здесь вот таких нужно связать мне раз, два, три, четыре, пять. Вот ещё четыре таких перехлёста, перекрещивания. И потом буду уже делать скос плеча. И закрывать вот здесь вот для горловинки. Со спины я имею в виду. Вот уже сколько проделанной работы. Перед готов. Ну, и скоро закончу спинку. Там останется сделать будет горловинку. Ну, и потом связать либо рукава, которые будут пристёгиваться к этому жилету со спущенным плечом. Либо связать шрак или шарф рукава, который будет одеваться снизу. Ну, сначала рукава, а потом этот жилет сверху. Вот. Очень нравится мне то, что у меня получается. Вчера дочь была прям в восторге. Сказала, мама, очень красивый цвет. Да, интересный цвет получился при такой смесовочке. С голубым махером и вот таким серым. Светло-сером пряжа джинс. Вот даёт вот такую красоту. Так что осталось совсем немножко. И потом уже, конечно же, вам покажу на себе. В общем, у нас сонное царство. Вообще, пузька здесь не любит спать. Здесь обычно спит шпулька. Это её место. Ну, вот сейчас спит здесь пусечка. Сейчас пошла осматривать тыкву. Вот, пожалуйста. Ещё одна вот эта арбатская. Посмотрите, какой поросёночек. Ещё одна начала портиться. Сейчас её почищу. И, наверное, половину отправлю кусочками в морозильный ларь. Ну, ничего страшного. Я как-то не переживаю, друзья. Тут совсем будет немножко. Сейчас вот так отпилю, отрежу. Почищу. И всё. Всё будет хорошо. Картошечка сварилась. Я хочу вам показать, как замёрзли окна в кераске. Видите, какой был мороз? Вот, лёд на окнах. Минус 14 сегодня было. Картошечка сварилась. Как же удобен вот этот вот, друзья, столик. Прям выручает. При маленьком холодильнике всё здесь вот можно хранить без холодильника. Здесь холодно. Вот, сейчас остынет здесь. Картошечка. И буду чистить на винегретик. Друзья, сварила свёклу. И моя кастрюля вся была внутри чёрная. Не сняла сразу. Ну, вот, не сообразила. Чем я не чистила, только нифига не отходила. А потом вспомнила. Мама учила. Раньше белизна была такая. Ну, жидкость. Она и сейчас есть. Говорит, ленив кастрюлю вот этой белизны и просто вот тряпочкой там, ну, туда-сюда сделай. Смотрите, какая беленькая, да? А я использовала вот такую белизну. Гель 3 в 1. Она и для унитазов. Но и вот, как оказалось, для эмалированных кастрюль просто вообще класс. Прям рада. Кастрюлька вся беленькая, чистенькая. Так что, вот, кто не знает, вам подсказка. А давайте-ка все-таки вместе испечем вот эту ковришку. Значит, это у меня неженка. Это пюре из яблок со сгущенным молоком. Положила я сюда 2, ой, 2, 5 столовых ложек. Ну, такие, горкой. Или стакан 250 грамм. Хотите, померите. Ну, я не стала пачкать на глаз. В общем, 5 столовых ложек вот этого пюре неженка. Дальше. Чайная ложка соды. Ну, такая, с небольшой горкой. Это я просто положила в столовую ложку, чайную ложку соды. И залью эту ложку, погашу, в общем, уксусом. Вот так. Сейчас немножко реакция пройдет. Можно еще, наверное, вот сюда капнуть. Вот. И все, сейчас все это перемешаю с этим вареньем. Еще добавила уксуса закада, потому что одной рукой неудобно мне. И перемешаем. Пусть сейчас пойдет реакция сода и варенье. Вот. Сейчас пусть они немножечко... Ну, я не знаю. Три минуты точно надо. Ну, я оставлю на больше. Сейчас пока там есть дела. Остыла картошечка. Пока очищу картошечку, а это пусть постоит. О, какое пышное становится. Смотрите, какая реакция от соды, да? Класс. Вот. Здесь в блендере у меня три яйца и вот стакан сахара. Сейчас все сюда высыплю. И все это взобью в блендер. Можно сделать венчиком, руками. Какая красота! Так, кнопочку нажал. И все готово. Все это отправляю к нашему варенью с содой. И еще раз ложкой перемешаю. Сделаю это хорошо за кадром. В кадре, конечно, это делать неудобно. Добавляю стакан теплого молока. И вот здесь вот перевернула крышку, поставила, оставалось у меня масло. Вот я сейчас это все, оно растопится и тоже добавлю в это тесто. Также сюда нужно добавить 80 миллилитров растительного масла. Но я добавлю на глаз. И совсем немного ванилина или ванильный сахар. Я его добавляю всегда в выпечку. Ну и как всегда эксперимент. Я же без него не могу. Добавлю я сюда кунжутные семечки. Осталось добавить муку. Написано два стакана. Но я думаю, что маловато будет два стакана. Вот у меня есть такое сетечко. Сейчас я прям сюда просею за кадром. Добавлю пока два стакана. Ну а там посмотрим. Ну что, на мой взгляд два стакана маловато. Хотя можно и так попробовать. Конечно, нужно сейчас будет размесить получше, чтобы не было комочка. Может быть, я это сделаю блендером. Но мне кажется, полстаканчика сюда еще нужно добавить. Жидковатое тесто для пирога. В общем, я добавила еще полстакана муки. И сейчас немного все это блендером. все комочки разобью. Ну а тем временем я включила духовочку на 200 градусов. Да, 200 градусов. А, режим другой. Надо режим исправить на вот этот. Или что я тут? Да, все правильно. сейчас она разогреется и будем выпекать. Ну вот, тесто готово. Если у вас есть какие-то остатки, там, сметаны, может быть, тоже можно сюда положить пару ложечек. Я смазала, сначала уложила пергаментную бумагу в сковородку или форму вашу, смазала растительным маслом. И теперь все это дело выливаю. и отправляю в духовку, ну, наверное, минут на 40 точно. Сначала у меня в духовке температура 200 градусов. Через 10 минут я ее уменьшу до 180. Я всегда так делаю. Даю вздобе хорошо подняться при хорошей температуре. Ну, а потом 180-170 там уменьшаю. Все, сковородочка в духовке. Я поставила часы на 45 градусов. Очень удобная, кстати, вот эта духовка электролюкс у нас. Вы как-то спрашивали, я не знаю, отвечала я вам или нет. Покупали в Эльдорадо мы еще до подорожания. По-моему, 18 тысяч стоила она. Сейчас не знаю сколько. Вот, ну, в общем, теперь осталось подождать немножко. Ну, что, друзья, пока пирог готовится, печется. Около часа уже прошло, достало, мне показалось, еще нужно его запихнуть минут на 10. Ну, потому что тесто было, на мой взгляд, жидковато. Я добавила еще полстакана муки, отойдя от рецепта. Ну, в общем, пеку. А пока пирог печется, кстати, я его тоже буду заливать, так как и тыквенный сироп сварила, сахар, вода, лимон. Это тоже я отошла от рецепта. Ну, а здесь у меня приготовился винегрет. Друзья, вот капуста, которую я закрывала с аспирином. Вот она только сейчас очень-очень вкусная. Вы мне там писали, все правильно, 40 дней должно пройти. Видимо, не прошел этот срок, и я ее открывала. Она была, ну, не совсем готова. Я уже делала боч с этой кислой капустой. Это очень вкусно. И теперь я вообще никогда не буду оставлять свежую капусту, переживать, как она будет храниться, а буду закрывать вот так вот с аспирином. Очень вкусно, друзья, поверьте. И никакой мороки с как ее сохранить свежую. Вот она здесь тоже в винегрете. Что здесь у меня капуста, свекла, картошка и огурчик. Можно было положить еще зеленый горошек, но у меня не оказалось. Может быть, добавлю сюда маринованные грибы. Может быть, не буду. Но самая фишка этого, так, изюминка этого винегрета это вот эта заправочка. Значит, здесь столовая ложка лимонного сока, чайная ложка девяти процентного уксуса, пять столовых ложек вот такого масла я взяла масло с запахом, нерафинированное, благо называется. Здесь вы видите букет перцев из мельницы, намалу вот сюда, ложка горчицы, чайная ложка соли и чайная ложка сахара. Вот сейчас я еще перец здесь перемешаю и добавлю в винегрет. Заправлю его сразу весь. Пусть настаивается, как раз по колешек приедет. Он настоится. И еще мне нужно будет сюда добавить репчатый лук. Я тоже его режу мелко и заливаю кипятком на несколько минут. И потом положу сюда. В общем, он уже вкусный этот винегрет. сегодня нас ждет. Ну, я думаю, что праздничный ужин. Завтра я вам расскажу о вкусе этого пирога ковришка. Вот. Ну, он очень похож по ингредиентам на тыквенный пирог. Единственное, что здесь вместо тыквы варенье, которое называется неженка из яблок. Можно любое другое варенье, которое может быть вы не хотите уже кушать. В общем, любое другое варенье. Так что, друзья, до завтра. Завтра о вкусах этого пирога. С Лешиком будем завтракать. Я думаю, что я включусь и все вам расскажу. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.